всем привет рада всех приветствовать я решила продолжить обзор растений которые у меня находятся настоящий момент на подоконниках и сегодня у меня на очереди вот этот вот небольшой подоконник в детской комнате и хочу вам показать какие растения в настоящий момент меня здесь живут на самом деле я этот подоконник немного немного увеличила вот с помощью таких вот крышек поскольку горшки уже большие но в принципе растений здесь у меня немного они даже не вплотную стоят но некоторые вот немного немного не помещаются и поэтому я решила вот так вот их такую импровизацию сделать и немного их увеличила вот поскольку подоконник в этой комнате такой достаточно узкий ну и давайте покажу какие у меня растения здесь находятся на самом деле это подоконник южного направления у нас но сейчас у нас солнышко нет на улице кстати у нас очень очень много снега здесь просто стоят от леса посмотрите и такие вот сугробы у нас за окном это у нас тут дом просто обшивают ремонтируют и видите леса стоят снега очень много таких сугробы у нас но в зимний период я обязательно делаю досветку вот у меня есть здесь такая небольшая досветка я все-таки эти растения досвечиваю света не хватает растения здесь у меня очень многие очень светолюбивые которые необходимо досвечивать давайте покажу какие но первый вот этот вот получается слева пойдем это мирбо этика посмотрите он уже снова у меня вырос и у скоро упрется снова в оконный проем на самом деле он сейчас у меня не растет он всегда даже в комнатных условиях у меня спит ни одного роста прироста он не дает начнет расти где-то примерно в конце февраля обычно конце февраля начинает пробуждаться сейчас вот он будет таком состоянии стоять всю зиму то есть независимо даже вот от того что в комнате и тепло до внизу батарея но есть даже досветка и он будет спать у меня вот такой вот буду конечно же весной немного обрезать его снова потому что он весной очень активно быстро идет рост и он у меня просто на подоконник не поместится видите я его в этом году тоже обрезала и причем обрезала в этом году очень так хорошо вот такой вот он у меня сейчас стал большой очень люблю этот мир ты идеально растет в комнатных условиях и даже цветет весной несмотря на то что холодной зимовки у него нет очень люблю этот мир люблю его рост его листочки его стволик вот этот его кору люблю и его конечно же аромат аромат мигба этика очень обожаю люблю прямо и подхожу постоянно и нюхаю очень люблю ароматные растения а что это за мир про условия содержание я уже рассказывала и даже уже не один раз рассказывала ссылочки я оставлю в описании к этому видео кому будет интересно проходите по ссылочкам и смотрите вот такой вот он сейчас миг по этика принципе зимует он тоже хорошо неплохо принципе неприхотливый рядышком здесь стоит вот это тоже растение из семейства миртовые это кунцея но поскольку сейчас солнышко нет хоть и есть досветка но этого все-таки мало а потому что растение у нас австралийская очень близкая родственница колестимона я вам уже его показывала показывала его цветение кому будет интересно посмотрите предыдущие видео я показывала и рассказывала об этих замечательных растениях у нее ароматная тоже листва очень люблю ее аромат и когда солнышко много когда света много а весной получается и летом у нее очень очень красивая листва очень вот такая вот кунцея с ароматной листвой и с очень интересными листочками тоже люблю это растение их кстати видов очень много всяких кунцей но у меня растет вот такая одна и мне нравится именно вот это кунцея именно вот ее аромат именно вот этой но рядышком здесь тоже ароматное растение это эвкалипт он у меня стоял на другом подоконнике но на на том нет у меня подсветки и я заметила что он себя стал плохо чувствовать а на том подоконнике вот в этот период наш темный да где нет подосветки я все таки его решила перенести сюда это эвкалипт лимонный у него потрясающий аромат тоже листьев вот я прямо сейчас трогаю и чувствую аромат лимона очень очень не нравится вот этот эвкалипт его листочки посмотрите такие вот линьонные и ворсинистые и ой аромат прям идет потрясающий кто нюхал тот знает эвкалипт и триадора лимонный такой прям душистый аромат очень люблю его тоже внимательно следить за поливом потому что чуть-чуть стоит подсушить и он сразу же подсушивает листочки ну и конечно же очень светолюбивое растение рядышком здесь вот стволик такой это тоже растение семейства миртовые это у нас джабутикаба плиния в частности я уже тоже рассказывала про эти растения плодовые растения семейства миртовые плиния джабутикаба агрималь называется еще у меня не цвела но я жду конечно же обязательно жду цветение от нее и плодоношение видите она уже у меня наращивает вот такой стволик стволик нам нужен для плодоношения и цветения цветет это растение на стволах и плодоносит и на скелетных ветках вот зимует тоже сейчас на подоконнике и в принципе чувствует себя неплохо и конечно же отдыхает сейчас ростов у нее нет приростов никаких вот такое вот уже у меня вымахала буду весной обрезать здесь у меня вот малыши вот это вот чудесное очень редкое кстати растение австралийское растение тоже семейства миртовые принадлежит к роду калитрикс это растение калитрикс посмотрите листочки у нее тоже игольчатые посмотрите очень люблю австралийцев за вот эти вот листочки игольчатые я вам показывала уже как-то хамила циум тоже до который имеет игольчатые листочки еще и цветет то есть это получается у нас словно елочка да но он еще у меня малыш посмотрите я его приобрела нашла в этом году редкое растение вот растет пока что у меня медленно но буду выращивать конечно же и ждать от него цветения пока что не буду особо говорить про условия содержания обязательно буду в дальнейшем делиться исходя конкретно из своего опыта выращивания но могу сказать одно поскольку растение у нас австралийская то конечно же необходимо много света и исходя из опыта выращивания таких растений как близких да вот этому растению калитрикс у таких как хамила циумы тот же лептосперму то конечно же внимательно нужно следить за поливом обязательно мне пересушивать и ни в коем случае конечно же не заливать это я поняла одно но потом конечно же в дальнейшем я буду делиться опытом выращивания этого растения кто не слышал про это растение и посмотрите пожалуйста в интернете цветение вот этого замечательного растения вот это растение напоминает нам тоже какое-то знаете хвойное растение я очень люблю хвойные растения возможно поэтому люблю такие австралийские но она еще и цветет получается елочка еще и цветет рядышком тоже тоже растение семейства миртовые принадлежит к роду угни его так называют мирт угни также по ботаническому название я напишу в описании к этому видео кому будет интересно посмотрите можно также встретить под названием как клубничная гуава также я встречала земляничная даже гуава даже земляничный мирт встречала под названием так это угни малины мне кажется многие уже знают это растение она тоже у меня еще молоденькая совсем видеть подрощенный черенок можно сказать подросток такой да но сейчас он в росте своем приостановился но весной я думаю будет активно расти это растение чили и аргентины плодовое растение я буду ждать конечно же цветение и плодоношение ну и рядышком вот это вот огромное уже деревце у меня я уже много раз тоже показывала рассказывала это у меня начинает зацветать лептосперму тоже семейства миртовые тоже австралийское растение посмотрите начинает зацветать будет снова весь цветах немножечко буквально отдохнул и снова снова зацветает весь бутонах весь на бутонах так забралась я на самый верх это вот верхушка тоже посмотрите вся вся в цветочках становится на бутончиках тоже рассказывала об этом растении тоже растение австралийская у нас и поэтому нуждается конечно хорошим хорошим освещение цветочки разной зрелости посмотрите распускаются бледно-бледно-розовые и потом цвет такой становится более насыщенный цветочки очень милые нежные я очень люблю прямо вот это растение я вам уже рассказывала и показывала у меня есть немного другие сорта когда зацветут обязательно вам покажу об условиях содержания я уже рассказывала напоминаю посмотрите в описании оставлю ссылочку об условиях содержания этого замечательного растения лептосперму смотрите какие милые цветочки они маленького размера но вот когда все делятся прямо усыпано в этих вот малиновых до бывают белые красные лиловые бывают лептоспермумы и когда они разные зрелости то выглядит конечно очень шикарно и красиво у меня вот такой вот махровый бывают не махровые но они тоже выглядят очень-очень симпатично и эффектно у меня она не обрезалась какое-то время и поэтому вырос у меня лептосперму вот такой вот растрёпкой а если конечно его формировать то можно получить такое симпатичное девица форме штампа которая потом вот так вот обильно зацветет будет цвести радовать полгода точно он обычно цветет у меня полгода радует цветочками вот этими потом немного отдыхает и снова зацветают зацветают маленькие-маленькие черенки у меня обычно сами вот эти вот бутончики напоминают не жемчужинки вот здесь от рядышком в оранжевом горшке это тоже лептоспермум это получается вот это подрощенный такой подросточек да уже вот от этого большого моего кустика лептоспермум он уже тоже на бутонах хотя знаете он был еще в маленьком стаканчике и уже цвел и сейчас вот тоже набирает бутончики это я видела вот здесь вот видите тоже уже начинает набирать бутоны и тоже цветет вот этот я хочу конечно поформировать форме такого более компактного деревца вот и рядышком здесь вот в уголочке у меня я тоже показывала вам недавно это диосма я их перенесла с балкона на подоконник это вот такие подрощенные у меня череночки до молоденькие взрослые растения но немного другой вид я уже показывала как цветет сейчас у меня обильно а все в цветах тоже посмотрите предыдущие видео я показывала снимала видео диосма розовое дыхание небо это лисий хвост и розовый фонтан тоже листочки такие вот игольчатые узко узколоцентные и тоже ароматные очень конечно люблю ароматные растения у меня в основном наверно ароматные растения это и мирты и растений семейства миртовые вот такой вот у меня сегодня обзорчик подоконника моего небольшого здесь меня немного растений я благодарю вас за внимание за ваше пишите комментарии у кого есть вопросы либо какие-то комментарии обязательно пишите и конечно же благодарю вас за лайки и за подписку и как всегда всем желаю только мира и только добра всем пока